А как же хорошо все начиналось. В 2015 году наша съемочная группа запечатлела тот самый момент, когда сиротам только начали выдавать дома. С виду ухоженные домики, с ремонтом и всем необходимым. В точности, как и обещал застройщик. И ничто ведь не предвещало беды. У нас каждый день приезжают потенциальные жильцы. Они приходят, смотрят, все дотошно проверяют, спрашивают, что-то непонятно. Мы всегда объясняем, что, как, где. Ну, нареканий не было. Но не прошло и трех месяцев, как все скрытые недостатки полезли наружу. Грибок, плесень и трещины появились уже после первой протопки печей. Почему так происходит, сиротам не могут объяснить до сих пор. Говорил ему, все объяснял. Они мне сказали, руки есть, ноги есть. Сами, своими силами. Я говорю, ну все равно, как бы мы в течение пяти лет не можем ничего делать. Вы как бы сами уже говорили. Они, ну вот что, делайте, замазывайте. Вот так и приходится замазывать трещины уже третий год подряд. Однако от холода шпатлевка не спасает. Да и щели с каждым днем становятся все больше. Вот такие вот, смотрите, трещины появились. Да, могу даже продемонстрировать. Нож вдоль пола идет. Просто насквозь. С вечера натопишь, даже жарко. Утром встаешь, чуть ли не пар сорта идет. Как бы, конечно, страшно жить. Но живем. И вот и ваше мнение, все-таки пригодно для проживания это занятие нет? Для проживания нет. Дома эти непригодные, потому что холодно жить. Как бы опасно из-за того, что, не дай бог, весной начнет рушиться стены. Вот эти трещины такие вот соседы у нас большая. Мы все смеялись, даже думали, к кому первому пойдет к нему или к нам. В сравнении Сотникова здесь ситуация еще хуже, так как в поселе нет централизованного водоснабжения. На каждый дом здесь приходится отдельная насосная станция, о качестве которых можете догадаться сами. Проблемы еще какие. Перебои с водой. Насос маленький, на четыре квартиры его не хватает. Ломается летом буквально каждую неделю. Мы влаживаем здесь со всеми соседними, скидываемся на них. Крыша неутепленная, обогревателя не хватает. 40 градусов, вода замерзает, соответственно. Сторонники теории заговора сказали бы, что при строительстве этих домов сирот хотели просто-напросто заморозить, потому что даже снаружи стены не удосужились утеплить со всех сторон. Сняли металлопрофиль, а там вот никакого покрытия, ничего не было, получается. Вот, чисто это вот все. Ни утеплений никаких не было, ничего вообще полностью. Сюда, чисто это было, было все дуло, продавало и до сих пор дует, получается. Только с одной стороны утеплили, с другой стороны нет никакого утепления. Подведем итоги. В микрорайоне посели сиротам выдали 17 домов, а это 66 квартир. И подобные жалобы повторяются абсолютно у каждого. Плюсуем сюда еще 250 обманутых семей из поселка Сотниково. Итого более 300 человек получили бракованное жилье. Компания застройщика и Минстрой Бурятии навстречу идти не хотят. Что неудивительно, так как дров тут наломано столько, что ими можно протопить все эти дома на несколько зим вперед. А пока план тот же самый. Следуя за своими друзьями, по несчастью, сироты из поселия уже готовят документы для коллективного иска в суд. Чингис Ачиров, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.